Мам, зайди сначала пока что, ну блин, ты должна вам поприкаловаться сначала. Завтра, может, такого случая вам не представится. Понимаете, очень много может собраться к этому моменту недосказанного, недоговоренного. И тогда вы пожалеете, что вы когда-то что-то не сказали, не договорили, не долюбили, не дообняли. Поэтому, когда приходят вот эти эмоции, вы проходите мимо мамы, мимо папы, обнимите, не надо ничего говорить, просто обнимите и прижмитесь, и все, и больше ничего не нужно. Ля какая, мам, заходи. Заходи. Приходи, мам. А можно это снять? Нет. У меня потеют очки. Мам, заходи. Заходи, мам, заходи. Когда можно снять? Мам, зайди сначала пока что, ну блин, ты должна вам поприкаловаться сначала. Мама, это не так носится, вот так. Они у меня потеют. Кто, очки потеют? Мам, ну потеют, надо было потерпеть. Ну ладно, все, снимай, снимай, мам. Снимай, не мучайся. Куда-куда ставить? Да, вот туда. Не мучайся, снимай. Всем привет. Да сначала сними маску, мам. Можно снять? Да. Так, мне надо здесь поближе. Ну садись, присаживайся. Надевай очки. Вот это моя мама, пацаны, знакомьтесь. Такие вот мы интересные. Хоть бы так интересная. Спасибо. Всем добрый вечер. Мама, ты неловко. Как ты себя чувствуешь? Я прекрасна. Я приехала с работы. Несмотря на то, что я устала, мне очень приятно будет с вами пообщаться сегодня. Я просто не могу учитать все это, потому что это все так быстро. Здрасте, 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 здрасте. Мам, тебе пишет, ля какая, мам. Ля какая, всем здрасте, всем, всем огромный-огромный привет. Мам, тебе пишет моя подружка Лори, что ты очень милая. Спасибо, мне очень приятно. Ребята, вы можете задавать вопросы. Вы же не будете писать, что ля какая весь стрим. Да, я стараюсь, конечно, пропускать мимо глаз некрасивые слова. Не позорьте меня. Да. Ты можешь принести что-нибудь и подсесть ко мне. Да? Да, конечно. Ты позволяешь мне? Да, да, да. Можешь пока пообщаться. А я не могу общаться, потому что я не могу успеть. Нет, я не узбечка. Так, кто это такая красивая сидит? Спасибо большое. Добрый-добрый вечер. Мне 41. Мам, ты чего вот так говоришь? Ну, а что мне скрывать? Я абсолютно, как бы, я уверена в себе человек. Надо было узнать, сколько они думают тебе лет. Добрый-добрый вечер всем. Чем вы занимаетесь, если не секрет? Любите шаурму? Нет, шаурму я не ем. Я один раз в своей жизни ела шаурму, и это было очень давно. Я ела её в Иордании. Сейчас я тебе было просто, я сделаю одну вещь. Да, она в Иордании была очень вкусная. А здесь я ещё ни разу её не пробовала, честно говоря. Секунду, сухарик ты можешь включить? Только до саба в чат, пожалуйста. А то я не могу учить, я не поняла, как. Да, это моя дочь, спасибо, очень милая. Котлеты, да, очень люблю котлеты, люблю их лепить, и очень их люблю. Всё, теперь будет дочь. Занятие моей дочери, ну, я не знаю, для меня это на самом деле было, честно говоря, шок. Вот, но потом как-то... Я пытаюсь, пытаюсь до сих пор привыкнуть к этому, но у меня это сложно получается, но всё равно как-то я пытаюсь. Ой, могу пить и брюки. Очень красивая мама и очень красивая дочка. Спасибо вам большое. Спасибо, здравствуйте. Ребят, кто пишет херню, я кидаю вам в банку. Однако, здравствуйте. Вот и две Амина, ха-ха-ха, вот и две Амина. Ну да. Аминки вам, аминки. Да, в глубокой-глубокой молодости я была такой же брюнеткой, как Амина. Ты была ещё темнее, мама. Да, я была ещё темнее. Так. Нет, я не татарка. Это по-татарски я не знаю. Вы такая милая, как и ваша дочка. Спасибо вам большое. А почему вы раньше не стримали со своей прекрасной дочерью? Ну, потому что я вообще не понимала, что это такое, и как бы я немножко консервативного плана вообще человек. И консервативных нравов. Объясни, что значит консервативного. Консервативный, если говорить простым языком, то это, наверное, ну, я не скажу, что старомодно, но как бы для меня чуждо интернет-общение, потому что я совсем не социально-интернетный человек. Мам, когда отвечаешь, можно смотреть вот рано вверх. Куда? А я же должна ещё почитать и туда отметить. А, да. Сын очень хороший у вас. Да, спасибо. Рамис говорит, скажи, что он милый. Рамис пишет. Рамис бывает милым, но это бывает редко. Да. Вы такая же милая, как и ваш сын. Спасибо вам большое. Вот такая красивая королева у принцессы. Спасибо. Мне очень-очень приятно, на самом деле. Я искренне радуюсь. Это такие тёплые слова. Спасибо вам большое за ваши тёплые слова. Мам, тебя спрашивают. Дочка много плакала и капризничала в детстве? Нет, она была прекрасным ребёнком. Она практически не доставляла мне неудобств. И я хочу сказать, что она... Нет, нет, нет. Уже чуть-чуть позже, когда ей было годик, наверное, 4-5 формирования характера, вот тогда было как бы, да, у нас были небольшие проблемы. Основные проблемы у нас были в 6-7 классе с Аминой. А что у нас было? Ну, Амин, характер формировался, и поэтому я всё сама, я всё могу, и вообще я взрослая. Но мы достойно пережили этот момент. Да. Это, кстати, да-то было. Я боевая девочка, мам. Дальше что? Тут написали на азербайджанском языке харда доволамусунус. Я прекрасно читаю по-азербайджански. А что значит, ну? Это в переводе, где вы родились. Я родилась в Баку. А я? В Москве. Амин родилась в Москве. Рамис тоже родился в Москве. Рамис, да, Рамис был очень сложным ребёнком, притом с рождения. Он был очень сложный, но как бы он был физически сложным. И сейчас вроде немного легче. Мам, вот расскажите, жило быть мамой? Ну, я скажу, что мамой быть, наверное, нелегко. Особенно, когда у тебя разнополые дети. Мальчик и девочка. Потому что воспитание мальчика и воспитание девочки – это совершенно два разных воспитания. Поэтому я считаю, что да, сложно быть мамой, потому что нужно иметь колоссальное терпение. Надо иметь море любви, океан любви. На самом деле, я хочу вам сказать, что любовь к детям побеждает всё. Например? Побеждает, забываешь всё. Побеждает и капризы, и какие-то неловкие, сложные ситуации. Самое главное в жизни, чтобы дети были здоровы. Когда дети здоровы, тогда и любые проблемы, а не преграда. То есть, все проблемы решаемы. Самое главное, чтобы они были здоровы. Дальше что? Мамы много ссорились в детстве, говорят? С кем? С рамизом. Вообще, Катя, практически не ссорились. В смысле мамы ссорились? Нет, был такой один случай, когда Амини была… Я не знаю, сколько Амини было, но с детства они нет. Они не ругались, не дрались. Но Амина была в четвёртом или в пятом классе. Я один раз пришла с работы, а у них всегда были раздельные комнаты. И я поднимаюсь по лестнице и вижу такую картину, как Рамиз за ногу вытягивает Амину, вытаскивает, просто тащит Амину из своей комнаты. Для меня это был такой шок. То есть, он никогда на неё не поднимал руки. Никогда. И вдруг я вижу такую картину, то есть, он не мог её ни ударить, ни побить, он просто не ругаться с ней, он просто вытаскивал. Она его так достала, что он просто её за ногу вытаскивал из своей комнаты. Это было первый и последний раз, потому что я очень сильно Рамиза отругала за это. У меня же какая ситуация была. Я сидела у него на полу, потому что он опять хотел меня выгнать из комнаты. А ты не уходила. У меня компьютера раньше же не было, я сидела и смотрела, как он играет во всякие игры, мам. И, короче, представляешь, он взял, стул как бы на меня покатил, и стул на меня так покатился прямо вот сюда. У меня такой огромный синяк фиолетовый тут был. Он первым извинялся, умрел тебе не рассказывать. Я сказала то, что я ударилась об кран, который в ванной стоит. И этот кран потом мама сняла. Да, я потом сняла этот кран, потому что я подумала, что на самом деле виноват во всём кран. Так, что ещё? Что ещё? Может ли Амина снять маску? Это чисто её решение. Вот, поэтому... Мам, я вот спрашиваю, сняла бы я маску за 100 тысяч рублей? Как думаешь, я бы смогла снять маску за 100 тысяч рублей? Я не знаю, это твоё личное решение. Если ты захочешь, то, наверное, снимешь. Это твоё личное совершенное решение, я не могу ничего сказать. Так, что ещё? Чего на Рами застучите? Так, 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 так. Рами сыграл в компьютер всю ночь, я знаю. Вот. И потом он вообще не спал. И он утром в 6 утра пошёл в университет, потом пришёл и спал полтора сутки. Что дальше? Опять Рамис капризный ребёнок. Да, Рамис был очень сложным ребёнком. Нет, я не смотрела ни один стрим Амины, потому что я думаю, что мои нервы не выдержат этого, поэтому я... У меня сейчас стрим с мамой проходит. Заходите по своей комнате. Ни один из стримов Амины я не смотрела, потому что я на самом деле боюсь, что моя нервная... Моя психика совершенно, моё нервное окончание этого не выдержит. Правильно, мам, не надо. Да. Ты спрашиваешь, у тебя крашеные волосы? Да. Да, у меня крашеные волосы. Красивые вообще. Да, я крашеная, потому что... Почему я стала блондинкой, я была жгучей брюнеткой, потому что у меня... Я очень рано посидела, у меня очень рано появились седые волосы, и красить каждую неделю... Седина была такая агрессивная, что красить каждую неделю я не была готова убивать столько времени, и поэтому я... Я поэтому стала краситься в такой цвет, чтобы реже краситься хотя бы раз в три недели, а не каждую неделю. Вот основная причина ухода моего, скажем так, в такой светлый цвет, в брюнетку, в блондинку. Так, что ещё? А ты не смотрела моё интервью, да, сегодня? Сегодня нет, я сегодня не смотрела интервью. Ребят, я сказала всем, что моя мама смотрит интервью, и объясню для чего. Короче, сегодня у меня было интервью, и у меня его брал... Я знаю, я знаю, что у тебя было интервью. У меня брал его достаточно моральный человек. И я, дабы избежать дебильных очень вопросов, я ему сказала, вот, мой стрим смотрит мама, если мне что-то или ей что-то не понравится, то я уйду, типа. И поэтому, короче, я вот этими словами заставила его вести себя адекватно, типа, и не задавать мне тупые вопросы. Ну, да. Отвечать или не отвечать на вопросы, это наш выбор. То есть, если мы хотим, мы будем на это отвечать, если нет, то не будем отвечать на это вопрос. Мам, ты даже Рамиза милым не назвала. Красный Нико-то Рамиз. Рамиза. Красный Нико-то Рамиз? Да, Рама Бицца. Судишь, мама, она даже милым не назвала. Рамиз очень милый. На самом деле, сынок, ты очень милый. Ты очень нежный и мягкий ребёнок. Вот, и поэтому я тебя очень люблю, сынок. Очень люблю. А меня? Ну, Амину вообще. Мам, тебе вот написали. Хорошо, что была чудным, спокойным ребёнком. Много дебилов. Хахаливчись вам. Кому, как, свою дочь. Какому парню ты бы доверила свою дочь? Ну, наверное, для меня самое главное в этой жизни – это на порядочность, порядочного человека. А искренность? Искренность. Всё исходит от порядочности. Когда человек порядочный во всех отношениях этого слова, во всех понятиях этого слова, когда человек порядочный, когда у него порядочная семья, то всё идёт оттуда. Он искренний, он добрый, он милосердный, он любит людей. Вот, поэтому её или есть, эту порядочность, или её нет. А это всё исходит от семьи. Я считаю, что воспитание детей прежде всего таким, какой человек на самом деле, на сегодняшний день, он невозможно каким является ребёнком, это как бы моя заслуга в плане, что моё воспитание. Если я вижу какие-то недочёты в ней, то я понимаю, что в этом виновата я, потому что я могла ей не додать, не досказать, уделила меньше внимания, и поэтому она стала такой. Вот, поэтому первым делом я вину вижу на первом месте за собой, а потом уже как бы разговариваем уже с Аминой, почему так, почему сяк, почему плохо себя повела или как-то несоответственно себя повела в данной какой-то ситуации. У меня сегодня на интервью был вопрос, мам, типа, как моя мама реагирует на крупные донаты? Как ты реагируешь? Вот, когда я тебе говорю, что, мам, вот представляешь, мне сдонатили сегодня 50 тысяч, как ты на это реагируешь? Подскажи. Ну, честно говоря, у меня сразу шоковое состояние. Я не понимаю, почему... Ну, знаете, я крайне искренний человек, и когда такие приходят с ума, я крайне удивляюсь. Потому что в моей... Я много работаю, и в моей жизни я считаю, что деньги нужно заработать. Мне никогда просто так не доставалось. Я почему об этом говорю? Потому что я как бы не понимаю, как можно вот просто вот так вот, просто чтобы вот так просто пришли большие деньги. Поэтому моё состояние шоковое, я как бы впадаю в шок сначала, потом медленно отхожу. То есть это как бы две параллельные реальности. Да, моя жизнь, как бы, да, моя работа, и как бы Аминин стрим. Вот, и поэтому в этом плане я впадаю в шок. Потом я почему-нибудь начинаю приходить в себя, Амина мне объясняет. Но если вот коротко и ясно, шок. Больше ничего. Ну, и хочу сказать счастье. У Рамиза много ли было девочек Рамиза? Рамиз пишет. Нет, не все там много людей. Рамиз тоже спросил. Да, Рамиза тоже спросил. Можно я промолчу? Скажите, чтобы дочка больше кушала, что-то маленькое. Да, она что-то плохо ест. Ну, мам, такая вот я. Я сегодня купила себе ров. Амина очень милая. Ролл купила. Амина очень милая. Это я. Спасибо вам большое. Я не бабник, мам. Ты очень хороший. А почему Амина носит маску? Амина, почему ты носишь маску? Потому что это мой образ, мам. Это мой стиль, понимаешь? Это ее образ, это ее стиль. Меня сегодня это спрашивали на интервью, но, видимо, это интервью мне ничего не дало. Раз уж вы задаете мне такие вопросы до сих пор. Так. Что еще? Как ваше настроение? Откуда у вас дом, если не секрет? Конечно, не секрет. Это дом бабушки и дедушки Амины. То есть на этот дом заработали и купили бабушка и дедушка Амины. Вот откуда наш дом. Как ваше настроение? У меня сегодня прекрасное настроение, потому что у меня было сегодня все хорошо. Я сегодня виделась с друзьями. У меня сегодня было куча общения. С какими друзьями? На работе ко мне приезжали друзья, коллеги. Сегодня был прекрасный день. И вообще каждый день, когда я просыпаюсь, я говорю, Господу Богу, спасибо за то, что я проснулась, за то, что у меня здоровые дети, здоровые родители, здоровая бабушка и дедушка Амины. И поэтому я каждый день просыпаюсь с благодарностью, что я проснулась, что я могу работать, что я могу ездить, что я могу приносить какую-то пользу своим детям, своим друзьям, своим близким. Мам, вот тут видишь вот такая вот фиолетовая иконочка-квадратика? Это Тимофей. Привет, Тимофей. Это вот это вот? Да, вот это. Да, это Тимофей. Привет, Тимофей. Как вы относитесь к тому, что Амина потратила 20 тысяч на худи и на футболку? Отвратительно я к этому отношусь. Да, я считаю, что это безрассудные покупки. Я мечтала об этом. Я понимаю, что ты мечтала, но всё равно я не одобряю. Мам, я предложила ему сотрудничество, может быть, я буду получать это так, бесплатно. Что это такое, Амина? Сигну? Да. Это вот так. Как? Например. Это, по-моему, ты в чате сидишь ко мне. Я туда опечаталась немножко, бро. Вот. Вот так, типа, сфоткаться. Смотри, посмотри туда, вот туда в камеру. Вот, пожалуйста, получите. Легко. Мам, в смысле? Это вентиляция тогда будет. Нужно 200 рублей попросить за такую фотку. Вот за это? Да. 200 рублей я могу бесплатно. Мам, ты устанешь, потому что будет миллиард людей. Я тоже хотела делать их бесплатно, а потом 800 миллиардов написала мне, и я думаю, нет. Аминочка, сделай, пожалуйста. Вы больше Рамиза любите или Амина? Это кто написал? Это Рамиз написал. Это Рамиз написал. Я люблю обоих своих детей одинаково. Секунду вопрос, Доната. Что? Сделаю после стрима. Что я сделаю? Маскок у меня в МХДВС. У меня трое. Кого вы любите больше, Рамиза или Амину? Когда вы станете родителями, вы поймете, что если даже у вас будет 10 детей, то все равно вы будете их всех любить одинаково. Невозможно любить одного ребенка больше, второго меньше. Любите одинаково. Бывают моменты, когда одного ребенка любишь больше, когда ребенок болеет. Когда один из детей болеет, то этого ребенка любишь больше. Даже это не любовь. Там больше заботишься о нем, больше душа горит, потому что в этот момент ребенок нуждается в помощи, физической, в моральной помощи, в поддержке. А так невозможно. Даже если будет шестеро, пятеро, десять детей, их всех любишь одинаково. Сейчас вопрос в Донате был какой-то. Так, приятно слушать взрослых людей со здравыми мыслями. Про деньги согласен. Немногие стримеры знают цены с деньгами. Дочь не мажорит, и это ваша заслуга. Дочь, дочь. У меня не могут... Я вот всегда говорила Амине, что бойтесь того момента, когда деньги вас испортят. Она постоянно это говорит. Да. Бойтесь того момента, потому что в нашей жизни очень часто деньги портят людей. Поэтому я всем, 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 всем вам желаю. Я не знаю, кто, сколько, как, но я всем вам говорю, ребят, будьте, будьте милосердны, будьте, любите. Вы знаете, любовь творит чудеса. Я сейчас говорю не только о любви двух противоположных полов. Нет, совершенно нет. Я говорю о любви глобальной, о любви к родителям, о любви к друзьям, о любви к братьям, к сёстрам, вообще о любви к животным. Чем больше вы будете любить ближнего, любить своих родных, близких, уважать, потому что вся сила, вся энергия идёт от любви. Чем больше вы будете любить и показывать, тем сильнее вы будете. Понимаете, ломайте стереотипы. У нас сейчас очень жестокий мир, очень жестокий, к сожалению, очень много жестоких людей. Поэтому ломайте стереотипы, ломайте систему, будьте добрее, любите. И тогда вы будете любимы. Тогда мироздание бумерангом будет вам возвращать эту любовь. Понимаете? Любите Бога, почитайте взрослых. Чем больше вы будете почитать взрослых, любить взрослых, своих родителей, элементарно помогать своим родителям чем-то, неважно чем, не обязательно, деньгами ничего, деньгами любовь не купишь, здоровья не купишь и счастья не купишь. Понимаете? Деньги, есть деньги. Мечтаешь о какой-то дорогой машине, неважно, дорогой цепочке, красивые прически. Но это минутное счастье. Понимаете? Оно уходит, оно мимолетное. Ощущение счастья должно быть здесь, должно быть тепло здесь, в груди. А это все идет от любви. Когда человек любит, он счастлив. Он излучает счастье, излучает радость, любовь. Он одаряет свою любовь всех. Поэтому постарайтесь, сделайте над собой усилия, сделайте так, чтобы деньги не испортили вас. Вот это я просто вам, я не люблю советовать. Я потому, что у каждого человека свое личное мнение на каждую тему. Поэтому я всем вам говорю, вот постарайтесь, постарайтесь быть добрее, милосерднее, чтобы деньги вас не испортили. Вы знаете, а это деньги, они сегодня есть, завтра их нет. Сегодня можно иметь миллион рублей, миллион долларов. Завтра неизвестно, что может произойти. Эти деньги будут просто горсткой кирпичей. А любовь, доброта, забота, милосердие, она счастье, она остается всегда. Понимаете? То есть это как копилочка. Вот представьте себе, что это любовь, милосердие, это золотые монетки. Вы в копилку, вот сколько вы живете, столько вы их складываете в копилочку. Копилочка наполняется, потом это вам отдается. То есть это бумеранг. Закон бумеранга, мироздания, еще никто не отменял. Поэтому я всегда говорю Амине, надо прожить достойно. Прожить достойно, чтобы деньги не испортили, сколько бы их не было, потому что они сегодня есть, завтра их нет. Хорошо сказала. Мам, теперь из донатов. Dark TV Show спросил, как вы относитесь к второй личности Амины. Мам, что за личность? Расскажи, если вам не в курсе. Вторая личность, это, наверное, вы имеете в виду Амину в стриме, я правильно понимаю? Да, наверное, да. Да, да. Я хочу сказать, что Амина вот с тех пор, как занялась вот этим делом, как стримит, как общается, она стала немножко другой. В каком плане? Она стала более уверенной, более дерзкой. Мам, в смысле не дерзкая? Ну, нет, понимаешь, смысл мне сейчас лукавить и говорить неправду. Я буду говорить откровенно. Да? Я просто дерзкая? Да, где-то дисковатый, но она никогда, никогда она не переступала черту. Мне нравится, что она стала увереннее в себе, мне нравится, что она перестала давать себя в обиду, потому что Амина, она самая младшая в семье, ее могли обидеть. ее могли обидеть и в школе, ее обижали в школе, да, да, ее обижали, девочки обижали в школе, потому что Амина очень добрая, вот, она очень эмоциональная, очень ранимая. И вот я вижу плюс, в этом плюс, что она стала уверенней и перестала давать себя в обиду. Это огромный плюс, потому что, как бы я не могла ей это заложить, у меня не получалось, потому что, потому что вот надо было, чтобы она это прошла. Понимаете, в нашей жизни есть прививки, какая-то ситуация, вот любая жизненная ситуация, это нам прививка, и эта прививка, она дает нам иммунитет. То есть, неважно, любая ситуация в нашей жизни, вот, допустим, у меня в жизни, я вам сейчас скажу, было очень много неприятных моментов, неприятных, это мягко выражаясь, неприятных моментов. Например, один из таких случаев, у меня было несколько аварий, я несколько раз попадала в аварию, ломала себе там все, что могла. Это была еще одна прививка, это прививка на выдержку, понимаете, то есть, я не сломалась, потом еще одна авария была, потом еще одна авария была, понимаете, все это расхлебывала я. Вот, я должна была жить, я должна была выживать, потому что у меня двое детей, я должна была их поднимать, я должна была их воспитывать. Я понимала, что если меня не будет, мои дети, понятно, что у них есть бабушка, мама, папа, папа есть, бабушка есть, дедушка, куча родственников, но мама очень важна для детей, И поэтому я на самом деле Занимаюсь спортом Я много работаю, я пытаюсь быть активной Чтобы мои дети мной гордились Чтобы я была рядом с ними, здоровой Потому что все равно, как бы не было горько сказано Мы нашим детям нужны здоровыми Чтобы не быть на их иждивении И не обременять их ничем Вот так вот Вообще хорошие вещи говоришь, я сейчас заплачу Что еще? Ребятки, дайте маме деньги на карту За реквизитами было Рома, ну не пиши такие деньги Какая у вас машина? Три года назад я купила себе машину Что это? Где? Чатик, давайте Три года назад я купила себе машину У меня модель моей машины Это Hyundai Elantra Я ее купила в 16 году Я продала свою Старая у меня была Chevrolet Cru Белого цвета Я купила серебристого цвета Elantra Очень экономная машина Небольшая, экономная Она меня устраивает во всем Спрашиваю, читаете ли вы, что мысли материальны И какой Какой-то самой большой мудростью можете с нами поделиться? Конечно Давай, а ну Конечно, мысли материальны Я вам хочу сказать Таких ситуаций в моей жизни было очень много Вы знаете, когда я купила свою самую первую машину Это было в 11 году Я заработала на нее Я купила Это был Chevrolet Cru Вы знаете, я постоянно боялась попасть в аварию Я четко видела всегда одну и ту же картину И я понимаю, что это был маразм Что это была уже паранойя Четко видела перед глазами картину Что я еду И в меня врезается маленькая серая машина Вы себе не можете представить Ровно через полгода Как я купила свою машину В меня на перекрестке Вот все, что я видела То есть эту мысль я не могла выкинуть из головы То есть все, что я видела Четко со мной произошло Утром рано на перекрестке Один автомобиль, нарушив правила дорожного движения Проехав на красный свет Очень знатненько въехал в меня Как раз со стороны Где я сижу, с водительской стороны Он разбил весь перед моей машиной Машину было всего 4 месяца И у меня был перелом У меня сломались 2 бедра Треснула нога, рука И вот это было очень ужасно Поэтому я хочу вам сказать, ребята После этого я как бы очень многое подумала Мысли не 100%, а миллион процентов материально Думайте всегда о позитивном Посылайте всегда позитивную энергию Посылайте всегда позитивные мысли Всегда думайте о хорошем Всегда думайте о прекрасном Потому что это мироздание И законы мироздания никто не отменял Только о позитиве, о хорошем, о здоровье О прекрасном, о любви И это все сбудется И это все вернется вам Никаких плохих мыслей Только о хорошем Думайте Я всегда думаю о своих детях Что мои дети вырастут Будут прекрасными людьми Что они поступят в университет Что они будут хорошими специалистами В какой-то области Найдут себе в жизни Что у Амина будет прекрасная семья А у Рамиза будет прекрасная тоже семья И поэтому ответом Вот конкретным ответом Я хочу вам сказать Ребят Мысли материальны Поверьте мне Я до этого времени прожила И немало увидела В своей жизни У меня были и потери И победы Я хочу вам сказать Что мысли материальны Я очень много знаю Очень много видела Думайте о хорошем Думайте о прекрасном Думайте о приятном И все будет хорошо Рамиза спросила Два вечера Как вы относитесь к тому мысли Рамиза начнет стримить Ну Я не знаю Я еще об этом не думаю Кирилл пожелал тебе крепкого здоровья И попросил тебя не болеть Спасибо большое Я думаю Что я больше болеть не буду Потому что я уже достаточно Переболела в своей жизни Вот Я думаю Что болеть я больше не буду Я по крайней мере Как Как там уже Там В небесной канцелярии Как решат Но я уже очень много Переболела И поборола Страшную болезнь В своей жизни В 33 года Я заболела Очень плохой болезнью Но я пережила Какой? Какой? Расскажи мне Ну у меня даже дети не знают Я наверное Мам, расскажи мне Я микрофон выключу Жесть Ребята Это вообще Я не знаю Как жить Да И я очень долго была Ребилитацией Но слава богу Я думаю Это позади Да Я пытаюсь Об этом не думать А зачем об этом думать? Я никогда не называю Название этой болезни Потому что Это очень плохое заболевание Я даже боюсь его называть Потому что Те, кто прошел Прошел и победил Эту болезнь Я считаю Все меня поймут Поэтому здоровья Вам я желаю Всем вам Я желаю Здоровья Вашим родителям Чтобы все ваши родители Были здоровы И тогда Вы будете счастливы Потому что Пока родители с вами Вы счастливы Вы нужны Когда родителей нет Такое ощущение Что отрезают крылья Отрезают крылья Поэтому Человек остается Полной сиротой И И бывают Такие моменты Когда хочется Просто кому-то прижаться А некому Поэтому Берегите своих родителей Если вы хотите Своим родителям Сказать ласковое слово Проходя мимо них Или обнять Обязательно сделайте это Ребят Не надо Замыкаться Стесняться Или просто проходить Завтра Обниму Нет Потому что Не дай бог Завтра Может такого случая Вам не представиться Понимаете Очень много Может быть Может собраться К этому моменту Недосказанного Недоговоренного И тогда Вы пожалеете Что вы когда-то Что-то не сказали Не договорили Не долюбили Не дообняли Поэтому Когда приходят Вот эти эмоции Вы проходите Мимо мамы Мимо папы Обнимите Не надо Ничего Говорить Просто Обнимите И прижмитесь И все И больше ничего Не нужно Я всегда тебя обнимаю Целую Даже достает Это иногда Да Обнимайте Как бы то ни было Как бы они реагировали Потому что Когда мы их теряем Когда мы их теряем Тогда мы понимаем Что мы не даем Все равно чувство вины Всегда присутствует Потому что Что-то да не додали Что-то не дообняли Не доцеловали Мамы С одной стороны Почему ты можешь Неправильно Говорить Вдруг у кого-то В принципе нет родителей Если нет у кого-то Родителей Я очень сожалею У меня тоже нет родителей Я за 3,5 года Потеряла И маму И папу Это очень больно Я вас понимаю Если у кого-то Нет родителей Вот Я очень сочувствую И таким Вот вам Если у вас их нет А у кого есть Дай бог здоровья Можете не шутить Про Илью Коробкина Я вас прошу Амин Там похудрён На тебя лох подписался Посмотри В инстаграме Это рофлый Да? Не, я не знаю Мама На тебя тоже Подписался лох Кто? Так Что еще? Кто-то пишет Что я своих родителей Не видел Мне очень больно Очень жаль Что так получилось Кем вы работаете Если не секрет Нет, конечно Не секрет Я по образованию Юрист Это мое первое Образование Второе образование У меня психологическое Я по образованию Психолог Да Он опять так ходит Собака Почему вы не купите Мини-пёсика Или котика Так Что вы попросите У Деда Мороза У Деда Мороза Искренне Мне тут задали вопрос Что вы попросите У Деда Мороза Мама Что ты попросишь У Деда Мороза Я от твоего Деда Мороза Проси у меня Знаете, у меня в жизни Всё есть Мне есть где жить Вот У меня есть здоровье У меня есть работа Много чего, конечно Знаете Может не хватать В этой жизни Но это всё материальное Это не проблема Мы можем это всё заработать Я, наверное У Деда Мороза Безустанно Буду просить Здоровья своим детям И родителям Вот Потому что Материальное Я Я буду много работать Я заработаю Да Я никогда не просила У Господа Бога Денег Никогда Я всегда просила Чтобы Господь Мне дал работу Чтобы я могла Их заработать Это искренне Это правда Вот Поэтому только здоровье Только здоровье И Наверное Счастье Может быть Тебе нравится мама Мои зрители Нормально себя ведут Великолепно У тебя прекрасные зрители Слава Богу Да Не грусти мама Нет Я не грущу Я очень счастлива У меня У меня всё хорошо Она сказала Что ты собака В смысле Я собака Нет Я про Рамиза Сказала Что Рамиз Собака А мини котика Дед Мороз Принесёт Категорически нет Мам Я хочу котика Категорически нет Мам Расскажите весёлую историю Мам Нам нужен ещё один котик Ну пожалуйста Как у вас настроение Настроение прикрепит Ну пожалуйста Нам нужен ещё котик Нам не нужен котик Хочу котику Амина Да Амина Ну что это за вид у тебя Ну он такой Кошачий вид у меня Вампиры Мам На меня Алоха Дэнс Подписался Кто Алоха Дэнс Так Что ещё Как вырастить Такую прекрасную дочь Я бы сказала Вам откровенно Надо быть построже Мам Ты меня извини Как бы Я на самом деле Очень строго Её воспитывала Я очень много Очень многого Ей запрещала На самом деле Вообще Всё запрещала У меня Амина Ещё не один раз Ещё не один раз Не ходила Со своими Одноклассницами В торговый центр Без меня Без бабушки Да Этого не было Нет Я не разрешаю Амине Одной гулять По торговым центрам Я не разрешаю Амине Одной гулять Где-то Там попала И с кем-то попала Я знаю Каждый шаг Амины Каждый Вот И Амини категорически Запрещается Выходить из дома Без разрешения Я ей не запрещаю Гулять Или ещё что-то Но Я должна знать О каждом шаге Своего ребёнка Чтобы Если бы что-то Произойдёт Чтобы вовремя Помочь То есть у нас Нет таких вариантов Ни в случае С Амины Ни в случае Мрамиза Чтобы у них был Выключен телефон И чтобы они Не ответили на мой звонок Потому что Они знают Что это чревато Они так воспитаны А мне всё разрешали Это Тимофей пишет Что ему всё разрешали У тебя, наверное, родители Очень добрые А потом шмоток Ну да Я её ругала за это Два дня Она очень злилась Я два дня Не разговаривала С Аминой На эту тему Мам Ну да Такое чувство Что я где-то вас видел Может быть Дайте Рамизу 100 рублей Он чипсы хочет Я ему дала Только что 200 рублей А мне? Мама мне? А вы знали Что Рамиз От сумки цепочку украл? Вот собака Нет, не знала А есть ещё какие-то Амины здесь вопросы? Сейчас Как вы относитесь к современному образованию Нужно ли оно И как важно В 21 веке? Ну, я ещё раз говорю Что я вообще Консерватор в этом плане Я считаю, что каждый человек Должен получить высшее образование Я для этого Для того, чтобы мои дети Получили высшее образование Я для этого делаю всё Всё возможное Почему у человека Должно быть высшее образование? Объясняю Потому что Это Следующая ступень Развития Любого человека После школы То есть Образованный человек Начитанный Образованный человек Он всегда выделяется Он всегда красиво говорит Он Прекрасный собеседник Он эрудированный Человек То есть Я всегда говорила Своим детям Надо читать Побольше читать Почему? Отвечая на вопрос Сама же Потому что У человека Не могут быть Мысли и речи полны Если человек Не читает Человек должен читать Художественную литературу Человек должен учиться То есть Опять-таки Получив высшее образование Человек переходит На другую степень На другую ступень Социальные Вообще Социальные ступеньки Поэтому Высшее образование Очень важно Потому что В любой момент Со своим дипломом Человек может Какой-то минимум Себе заработать Понимаете? То есть Если есть корочка Если есть диплом Он может устроиться на работу И какой-то минимум Своей жизни заработать Это очень важно А дальше Будет он работать По профессии Не будет Нравится Не нравится Это же его дело Его дело Но получить образование Это очень важно Мам Спрашивают Как вы относитесь К Вадиму? К Вадиму Вадим хороший Воспитанный Молодой человек По крайней мере Я с ним общаюсь Мы с ним общаемся Да Хочу вам сказать Что мы с ним общаемся Иногда по телефону Он мне пишет Вот На той стадии На которой я его знаю Сейчас Он мне кажется Довольно-таки Воспитанным Молодым человеком Вот Что я могу сказать Он мне пишет Справляется О моем здоровье Спрашивает Как я себя чувствую Чем я занимаюсь Чем занимается Амина Вы знаете Наша беседа В основном Несет Такой Знаете Приятный Очень характер Такой Даже Я хочу вам сказать Что Я хочу сказать Какой-то такой Заботливый характер Знаете Он Как-то Он очень теплый Мальчик Он очень теплый Мальчик И Это И заботливый Мальчик Потому что Ну Опять-таки Это видимо Воспитание Благодаря его маме Вот У него Видимо Очень хорошая мама И она Вложила в него Вот эту заботу Эту любовь И поэтому Вот Первое впечатление У меня О том Что это Заботливый Воспитанный парень Я к нему Отношусь Очень хорошо На том уровне На котором Мы сегодня С ним общаемся Хорошо отношусь Мам Вопрос Почему вы не купите Амини Песику Или козику Хочу вам сказать Потому что За котиком И за песиком Нужен уход А так как у нас Амина Очень занятая девушка То есть У нее репетиторы У нее Вот она Вот этим занимается Всем У нее репетиторы Да То есть У нас Очень часто Идет война За топ Чтобы навести Порядок В комнате Все купили собаки Лоток Да Поэтому За животными Нужен уход У меня нет Такого времени Ухаживать за животными Потому что Это Это еда Это уборка За ними Это выгуливать Надо Это надо водить К ветеринарам Потому что У них есть Свои прививки И всем этим Буду заниматься Я А так как у меня На это категорически Нет времени Поэтому Вот Амина Когда вырастет Будет жить отдельно Вот тогда она может Себе хоть Вельбру Верблюда завести Кого угодно Хоть коршуну Хоть верблюда Хоть волка Кого хочет она может Хоть динозавра Ради бога Я не против Но со мной нет Потому что У меня У меня еще никогда Не было Своего личного животного Потому что У меня двое животных Вот Один и второй В другой комнате Мне хватает забот Вот с ними Кто будет в сговоре С Рамизом Флудичат Можно давать бан Фермачем Сухарик я разрешаю Мам Еще спросили тут Что что-то было Просто какое-то Так Твоей маме нужно Вознести памятник Как очень мудрому человеку Спасибо Обними ее за нас Спасибо У меня образование В области безопасности Мама Амина Как вы относитесь К профайлингу Профайлингу Что такое мам Профайлинг Я не знаю Что такое профайлинг Я даже Я даже не стесняюсь Об этом спросить А в сфере чего В сфере безопасности В сфере безопасности Ну Вы знаете Я Это Вы наверное Вам нравится этим заниматься Вы занимаетесь этим Я просто не знаю В сфере безопасности Чего Это очень большое значение Безопасности В системе Безопасности В какой-то Охране В безопасности Охраны Я просто не понимаю В безопасности Чего конкретно Может быть Собор Ну если вам Это нравится Вообще Я всегда Почему я Мое первое Образование Юридическое Потому что я Спасибо Гаве Я очень хотела Я очень хотела Быть юристом Очень хотела Быть прокурором Поэтому я им стала Но я практиковала Всего 8 лет И больше не практиковала Эту профессию Вот Дальше Так Будто снова Мама услышала Спустя 2 года Пока больше Нет донатиков Можно там читать Нужно то читать Амина правда Верблюда заведет Ну если захочет И заведет Только не у меня дома Мам Так что еще Терплю А какое животное Лучше Старшее Или младшее Ну они совершенно разные Они совершенно разные Я их одинаково люблю У каждого своей Знаете У них бывает загон Что у одного Что у второго Я пытаюсь Деликатно все это решать Деликатно Потому что Ну они уже взрослые Раньше можно было Просто их По комнатам развести И все А сейчас уже Мам Хороший вопрос пришел Как избавиться От социального давления Я часто боюсь Что-то поменять Из-за того Поменять то написано Да Поменять из-за того Что окружение Не так посмотрит на меня Это Очень больной вопрос Я сама Избавилась от этого Ощущения От этой проблемы Будем сказать Буквально Несколько лет назад Я хочу Это кто Кто написал Как зовут Девочка Мальчик Это аноним От аноним Я хочу вам сказать Послушайте меня Внимательно И воспользуйтесь Пожалуйста Моим советом Никогда Ни при каких условиях Не живите Чужим мнением Никогда Пусть ваша жизнь Не зависит От чужого мнения Будьте увереннее В себе Если вы Человек Достаточно уверенный В себе То вы никогда Не будете обращать Внимание на то Что о вас сказали Потому что Этот человек Сказал Он прошел Он ушел Он забыл А это осталось На вас Это социальное давление Вы загоняете себя Этим мнением В угол себя Понимаете И от этого Планка падает Самооценка падает Будьте увереннее В себя Никогда Не живите Чужими словами Чужим мнением Кто на вас Как посмотрит Кто о вас Что скажет Вы меня Конечно Извините Плевать На чужое мнение Живите здесь Сейчас Будьте здесь И сейчас И живите Только своим мнением Понимаете Не бойтесь Высказывать Своё мнение Не бойтесь Показать себя Как вы себя Поставите В том Или ином Обществе Так вам будут И относиться Я всегда Амини говорю Никогда Во вред Себе Ничего не делать Если вы Допустим Хотите Что-то сделать Кому-то Сделать добро Себе во вред Это добро Не делайте Потому что Это не засчитывается Ребят Вы этим Себя Угнетаете Вы делаете Добро Кому-то В ущерб Себе Это неправильно Нету баланса Понимаете В жизни Всё должно быть Сбалансировано Баланса нет Мои хорошие Поэтому Я вам Настойчиво Рекомендую Я вас очень прошу Не живите Чужим мнением Не надо бояться Что-то поменять Вы понимаете Когда вы боитесь Вы отходите Шаг назад Ещё шаг назад Ещё шаг назад И вы не развиваетесь А тот человек Что-то сказал Про вас Он перешагнул И ушёл дальше Он забыл А это отложилось У вас на психике Понимаете Вы этим живёте Он про меня Сказал что-то ужасное Да Но от того Что он сказал Вы же не такой И таким же вы не стали Правильно Никогда Не живите Чужим мнением Прислушивайтесь Только маму Потому что Мама Это самый близкий человек Она никогда Не посоветует Ничего плохого Понимаете Ребята Никогда Поэтому Ещё раз Кто это написал мне Как избавляться Социального давления Будьте увереннее В себе Как поставите себя В обществе Так как вам Будут относиться Договорились Хочу сказать спасибо За тёплые слова Габи Если что Я прочитала Что-то написала Спасибо Вас люблю Знаешь что написала Габи Мам Девочка Написала Господи Какая у тебя Хорошая мама Её так интересно Слушать Здоровья вам И всему чатику Так вдохновила Твоя мама Если будешь Мамой Удочери меня Пожалуйста Вот Чё Амина такая Красивая Это вообще Законно Мам Мам Я же красивая Без маски Да Красивая Мам Как относишься К военным Я прапорщик Служу РВСН И смотрю Вашу дочь Мне 21 Спасибо большое Я к военным Отношусь Великолепно Почему Потому что У меня папа Покойный Был военный Он прошёл Он отслужил Он был в Германии Отслужил В Германии Потом он приехал Он прошёл Весь Афган Хочу вам сказать Поэтому я дочь Вообще Военнослужащего И у меня очень много Знакомых Военнослужащих У меня очень много У подруг Отцы Тоже Они военнослужащие Прекрасно Отношусь Мой папа Тоже был прапорщиком Сначала начинал Поэтому Прекрасно Отношусь К военным Я очень их люблю Вот Поэтому Я считаю Что все военные Они служат Родине Они защищают нас Всегда стоят На страже Нашей Родине И благодаря Им же Благодаря вам же Всем военным Всем которых Защищают нас Мы каждую ночь Спим спокойно Неважно На границе Неважно Не на границе В части Где-то Благодаря всем Военным Всем 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 Неважно В какой области Где Там На границе Военно-воздушные силы Мы благодаря вам Спим И живем Спокойно Был вопрос Как ты относишься К феминизму Мам Ну Это тот же вопрос Как вы относитесь К геям Наверное Все-таки Да Все То есть Я Совершенно толерантна То есть Будь аккуратнее Тут очень строгие Правила Сказать Что я Как бы Отношусь Как-то Нет Как У меня нет Особым мнения На эту тему Абсолютно Как Отношусь К наемникам Не знаю Я не думала Об этом Мам А к бодипозитиву Как-то Отношусь Знаешь Что такое Бодипозитив Нет Не знаю Это когда Такие вот Толстушки Фоткаются Для рекламных Сайтов Купальников Например Ну Они зарабатывают Этим деньги Только так Во сколько лет Амина начала Материться Я только Недавно Услышала Как Амина Матерится До этого Я не слышала Поэтому Я вам точно Не могу сказать Во сколько Это было лет Потому что Я даже Недавно Услышала Как Амина Матерится Я до этого Не слышала И потом Когда их Старшая сестра Двоюродная Сказала Что Тетя Все дети Твои дети Матерятся Я была шокирована Потому что Я еще ни разу Не слышала Так в открытую Иногда Когда пробегала Мимо их комнаты Я как-то Улавливала Но все равно Я громко стучала В их комнату Что успокойтесь Да Что-то здесь Было Какой-то вопрос Забей Неадекваты Насколько вам сложно Было Переждать Время Пока Амина Училась играть На укулеле Или гитаре Просто мои родители Были не особо довольны Это был сущий ад Мам В смысле ад Ты даже ничего не говорила Я хочу вам сказать Это был сущий ад Я просто вскакивала В шоке В своей комнате Я спала И я просыпалась В холодном поту От этих криков В смысле криков Я пою Мам Я пою Сложно было назвать Это пением Мам Я пою В смысле Мам Я пою Сложно было Назвать это пением Но 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 Как бы Ну Ну вот так Вот так хочу сказать Дорогое мое Ты меня как бы Извини Пальмы на деревьях Не растут Так Что еще Мам Вот согласен Такая же проблема Да Рамис не писал ночью Типа Ты достала уже Играть Вот так писал А вы умеете На чем-то играть Мам Нет Я совершенно Не музыкальный человек Как ты относишься К стримам Амины И в принципе Ко всему такому Я маме рассказала Про стримфест Она попросилась Со мной Да Мне просто нужно было Увидеть на самом деле Мне было очень интересно Мне очень интересно Вчера меня Вадим напугал Вчера Помнишь, что я позвонила Он меня напугал Мам Меня Вадим напугал Я вчера была в шоке Я вчера в холодном поте Проснулся От Аминного крика Я сижу Смотрю страшный фильм А он берет Включает микророны И он так Я позвонила ей Из своей комнаты И попросила ее успокоиться Вопрос был какой-то У нас у Амины Одинаковые уши Вы согласны Амина, да? Мам Мне просто маска Оттопыривает Ухи Ухи А у меня очки Оттопыривает Ну все Мы с тобой Оттопырки Мам Вы согласны, что образование Это лишь одна из пяти карт Здоровье, удача, статус родителей Удача и образование Еще раз Я сейчас сама прочитаю Дико Вы согласны, что образование Это всего лишь одна из пяти карт Здоровье, удача Нет Я не согласна, что это одна из пяти карт Я считаю, что образование Я считаю, что образование должно быть Я просто считаю, что образование должно быть Потому что это всегда Всегда есть шанс заработать себе на жизнь Ребят Это я серьезно Но то, что это одна из пяти карт Нет Самое главное Здоровье, удача Статус родителей Ну, наверное, 50 на 50 Статус родителей Удача, образование Да, про удачу я уже сказала Образование очень важно Очень важно Как относитесь к Олдам? Это козаки Спасибо большое за сап Дэмилеми Типа, знаешь, который с самого начала Когда с ним относишься С тобой с самого начала? Да, который с первого стрима Спасибо, что терпите ее Мам, в смысле терпите вы? Извини меня, как бы Это самое У меня это не то Что еще? Сейчас Задавайте вопросы, вы где? Мама, не ржу ты до мной Мама, ты именно до мной насмехаешься А чем вы в детстве занимались? В детстве я была отвратительным ребенком Хочу вам сказать Ты? Да Я была младшей в семье И всегда была с короткой стрижкой И я была всегда на побегушках Потому что я была мальчиком Как в семье Вот И поэтому я всегда падала У меня была куча синяков Куча переломов Это потом уже я После 20-25 лет Стала девочкой-девочкой А так я всегда была Как бы вот Сорви голова Будем терпеть тебя долго до конца Как вы думаете Сколько еще она будет заниматься стримом? Сколько стрим Стриминг будет ее работой? Пока ей само не надоест Да Это 100% Типа так и будет Как хорошо знаете английский Английский я знала очень хорошо Давно Потому что я его практиковала Сейчас я его практически не практикую Поэтому Попав в чужую страну Конечно я не пропаду Я объяснюсь Как бы да Найду выход из ситуации Но в совершенстве Говорить я не умею Мама Я спрашиваю Здесь у тебя проблемы с желудком Сейчас уже нет Были проблемы Какие? У меня был гастрит А У меня не было На кого хочет поступить Амина? Я не На кого Мне все равно скажи Нет Я бы не сказала Что тебе все равно Потому что Ну амина вообще хотела поступить Что-то на На менеджмент Ну мы посмотрим Как у нее получится Там нужна профиля математика Ты мне на музыку что-то отдашь Там продюсер-мусер Посмотрим Как у нее получится С результатами экзаменов Мам Давай найдем Мам Татарский или башкирский Говорит Знаете Нет Я не знаю Мама Азербайджанка Ребят Да Мама Это относится к Мадине Кулька Мадина Показать тебе я Сейчас покажу Вы в шоке Мам Всем привет Меня зовут Мадина Мадина Ты Мадина? Я Мадина Так Когда стоит задумываться о детях? Очень хороший вопрос Кстати Очень актуальный вопрос В смысле Когда будет задумываться о детях? Детей Я думаю Задумываться о детях Только тогда Когда встанешь на ножки Да? В прямом смысле слова Когда состоится Когда человек состоится Уже в этой жизни Состоялся И он понимает Что он может Дать ребенку Все Ну как все Самое необходимое Тогда нужно заводить детей Потому что дети Это очень серьезно Ребенок должен Расти в тепле В любви И в заботе Обязательно Походу Никогда не заведу детей Рамист пишет Как относится к тому Что люди красят волосы В другой цвет И носят странную одежду В другой какой вы имеете ввиду? Ну типа яркий Вам имеется ввиду Разноцветный Но я считаю Что это какое-то Самовыражение личности Ты бы смогла бы красить красный Ярко Я опять-таки говорю Это черта характера Это самовыражение Вот если бы я покрасилась В ярко-оранжевый Что бы ты отреагировала как? Если бы тебе было 28 лет И покрасилась бы в оранжевый цвет Я бы наверное все-таки Приняла это как должное Но в 16 лет Я не знаю Как бы я на это отреагировала Мне просто жалко было бы волосы Потому что я понимаю Что такое красить волосы Переходить из черного цвета В оранжевый Или синий Голубой Допустим Из такой темной брюнетки Потому что Я сама переходила Из темного цвета В светлый То есть это Я в течение трех лет Переходила Это очень сложно Это болезненно для волос Поэтому чисто Из этих побуждений Я бы наверное была бы против Что еще? Вы придете еще к нам? Вы нам очень нравитесь Конечно приду Я планирую создавать маме новый канал Типа Если вам нравится Если вам приятно общаться Если вы готовы обсуждать Какие-то темы Конечно мы можем с вами обсуждать Мы можем с вами общаться Самая лучшая книга Которую вы читали Спасибо Спасибо, бро Самая лучшая книга Я очень много книжек перечитала Я даже не знаю Какую вам назвать Книжку Потому что я прочитала Наверное все-таки Шантарам Что это такое? Шантарам Это две части Книжка Я кстати могу порекомендовать Вам почитать Очень интересно Почитайте Шантарам Шантарам Наверное Автор Автора я не помню И еще знаете Это еще есть одна Очень интересная книга Несколько личностей Джонни Биллигама По-моему Что-то такое Я просто За прошлым годом читала Уже не помню Очень это На реальных событиях Эта книжка написана И кино снимают Там будет играть Главную роль Ди Каприо Он очень многопрофильный актер Я рекомендую прочитать Амина Посмотри пожалуйста В интернете Несколько личностей Два-четыре личности По-моему Билли Миллигам Посмотри пожалуйста Знаешь мы фильм Чего рассмотрели на эту тему Мам Шантарам Почитайте пожалуйста А вот Дэвид Робертс Наверное я не помню Просто я как бы Что это? Билли Миллиган Это я тебе говорю Он на реальных событиях Был этот фильм На реальных событиях Таинственная история Билли Миллигана Спасибо Димсончик за сап Да Мам, ты знаешь что сказать? Ты знаешь что даже Если тебе создавать канал То что тебе не понравятся Вот эти люди Которые там будут Они понимают Что вот сейчас мне Тут такие ребята сидят Которые такую херню пишут вообще Ничего страшного Пусть пишут Это же их выбор Мам, ты даже мне кажется Не поймешь что такое Вообще возможно сказать просто Ну потому что мы Поэтому их не читаем Мы Я Ты знаешь что Здесь могут писать Только те Кто купил у меня Платную подписку За 5 долларов Что? Еще раз Здесь в чате Пишут только люди Которые потратили 5 долларов Вот здесь? Да А их тут 3200 Ты представляешь? Да, Милли-миллиган Все правильно Не все такие адекватные То есть чуваки тут Они такую херню пишут Но мы будем общаться Только с адекватными Да Как? Что ты? Как зато Зато Ну это забей Не важно Ладно Это про кроссовки Поэтому лучше Так Представьте Сколько бабла Она срубила И не делится с вами Мама Я разве не делюсь с тобой баблом? Он делится Делится Я почти все отдаю маме Тебе Я только в последнее время Начала тратить Хотя бы на себя Типа Да Это правда Это как есть Это как есть, да Как вы ко мне относитесь? Тимофей спрашиваю Тимофей Я хочу сказать Что ты первый человек Который подверг меня в шок Да И я никогда тебя не забуду Потому что То, что я пережила Благодарю тебе Я рассказывала сегодня на интервью Что ты пережила Да То, что Какой шок я пережила В этот момент Я просто не хочу рассказывать Это очень личное Это был очень сложный момент В моей жизни На самом деле Сложно Сложно мне было Даже не момент А вот такой период Был очень сложный И те эмоции Которые я пережила Благодаря тебе Они были нереальны Просто Я просто в один момент Потерялась в реальности Вот так вот я характеризую Твой вопрос В хорошем смысле слова Что вы можете рассказать О социальной полезности? О социальной полезности Что я могу сказать? Мам, я не знаю Что я могу сказать О социальной полезности А что вы можете Что такое социальная полезность? Человек вообще должен быть Социально полезным В этой жизни Да Например Например Вот что такое Социальная полезность? Да, я вам хочу сказать Каждый человек Занимается любимым делом Вот Поэтому Поэтому Откосите от срока Это потом О социальной полезности Вот допустим социальная полезность, то же самое, психологи, которые помогают людям в каких-то сложных ситуациях, врачи, юристы. То есть я считаю, что каждый человек должен быть полезен где-то и в чём-то. Даже если он не имеет никакой своей профессии, он может помочь при желании любому человеку на самом деле. Советом, поддержкой. Где-то, если есть возможность финансовая, потому что есть такой закон, знаете, закон природы. Чем больше ты отдаёшь, тем больше тебе приходит. Есть такая энергия денег, ребят. На самом деле она существует, она есть. Энергия денег. Чем больше ты даёшь, не выбрасываешь, а даёшь на полезные вещи людям, которые в чём-то нуждаются, тем больше тебе Господь даёт. Поэтому я считаю, что любой человек должен быть социально полезен, помогать должен. Чем больше мы будем помогать друг другу, полезным друг другу, тем мы будем сильнее. Неважно. Начиная от семьи и дальше. Вам спрашивают. Кстати, 24 личности Миллигана или Биллигана это неправда. Он типа так пытался откосить от срока. Вы знаете, такой человек существовал. Такой человек существовал. Может быть, чтобы откосить от срока, он как бы принимал обличие двадцати четырёх людей перевоплощался в 24 личности, может быть. Но книга хорошая. Книга хорошая, она как бы заставляет задуматься. Ну, если не интересно, можно для галочки её просто прочитать, для галочки. Какую религию исповедуешь? Ислам. Правильно. Света, так. Во сколько ты отдашь меня замуж? Ну, отдашь как бы, я не могу сказать, что я её отдам замуж. Она должна быть готова. Мы с Аминой разговаривали на эту тему. Я сказала, замуж нужно выходить, чётко понимая, за кого ты выходишь. Потому что замужество – это не шутка, это очень серьёзный шаг в жизни. И как бы я опять-таки говорю, я человек в этом плане очень консервативный. Я считаю, что если выходить замуж, то это один раз и на всю жизнь. Как я. Я с Аминьиным отцом в браке 22 года. И мы очень счастливы в браке. Мы очень счастливы в браке. Амин и прекрасный отец. Прекрасный отец. Он отличный муж, он отличный отец. То есть я хочу вам сказать, вот, вы знаете, вот, поднимая подбородок, вот, откровенно, честно, я хочу вам сказать, что за 22 года совместной жизни мои дети ещё ни разу не слышали, чтобы мы друг с другом разговаривали на повышенных тонах. Это правда. Вообще не как-то понимала. Это может подтвердить и мой сын, это может подтвердить и моя дочь. То есть у нас всегда было взаимоуважение с друг с другом. И когда какие-то были недопонимания, мы всегда это пытались обсудить. Мы могли не разговаривать с друг с другом, но мы никогда не скандалили. То есть не бывает в семье без проблем. Не бывает без ссор, без обид. Но мы всегда старались это делать деликатно. Мы могли не общаться с друг с другом, но мы потом садились, разговаривали. Но скандалов, криков у нас никогда не было. Никогда. Поэтому замуж выходить, это я считаю, что один раз и на всю жизнь. Но, к сожалению, в наше время это очень редко происходит. Поэтому как только она будет готова, у неё будет молодой человек. Вот. И это очень серьёзное решение, очень серьёзный шаг. Нужно очень хорошо. Я всегда говорю, что человека никогда до конца жизни не узнаешь, потому что люди разные, они меняются. В каждой какой-то ситуации тот же самый человек может себя вести по-разному. Поэтому до конца своей жизни невозможно узнать человека, но более или менее какие-то есть качества, которые нам подходят, и мы понимаем, что это наш человек. Только тогда. Но я думаю, что всё-таки это произойдёт, когда Амина отучится, встанет на ноги, она будет понимать, что хорошо и что плохо, потому что на силу возраста она ещё не может этого понимать. Я сама вышла замуж после университета. Я вышла замуж в 21 год. Я уже закончила университет. А главное за военного? Спасибо за себя. За военного. Быть женой военного очень сложно. Я видела по своей маме. Это постоянное кочевание. Это жена декабриста. Жена военного, жена декабриста. Это верная, хорошая, правильная жена, которая всегда за своим мужем поедет и в степь, и в горы, и в море, и в космос. Поэтому это призвание. Женой военного быть очень нелегко. Я по своей маме это видела. Я вижу по своим подругам, женам военных. Поэтому на это нужны силы. Но у меня был прекрасный отец. Он был военным, он был прекрасный отец. И почему бы и нет? Самое главное, чтобы он был человеком хорошим. А там дальше военный он, солдат он, прокурор он, там я не знаю. Инженер он, менеджер он, там как бы, да, не важно. Самое главное, чтобы человек хороший был, семья была хорошая. Что за меня, Вадим? Синий ник это Вадим. Где? Вот это? Снежинка слева. Вот это? Да. А за меня? Что за тебя? Что за тебя, Вадим? Я тоже не выкупила. Нет, как бы я догадываюсь, о чем он скажет. О чем он скажет мне тоже. Может быть, он думает за тебя? Замуж. Вот я так и подумала, замуж. Мам, а дай мне за Вадима замуж. А что ты смеешься? Давай шутки шутим, мы не шутим. Но чтобы жениться, нужно еще вырасти, наверное. Мам, как вы считаете, есть ли социальная значимость у того, что делает ваша дочь, и достойна ли она получать за час зарплату инженера из региона? Достойна, недостойна? Вы знаете, что это легкие деньги. Я Мине тоже говорила, они приходят, они как приходят, так и они уходят. Поверьте, у нас нет никаких сбережений. В смысле, мы же копили, но все ушло куда-то. Мы копили, мы копили на образование Амины, конечно же, да, и слава тебе, Господи, у нас есть на образование Амины. Ну да, это и есть слава Богу. благодаря, я вам хочу сказать, вы знаете, всем, всем хочу сказать и признаться, благодаря Амине я стала меньше работать. наконец-то. Она работала, я даже не видела, вы представляете, вообще не видела. Я работала на трех работах, вот, поэтому... Это правда. Да, я стала меньше работать, так скажу. Так, но сейчас есть дети, которые в браке с 14 лет, и у них есть ребенок. Я на это не смотрю положительно. Я надеюсь, что у меня с 14 лет не было ребенка. Ой, не будет. Мам, блин, извини. Да. Так, что это за вопрос? В чем-то рассуждает, развивается без книг. Что-то я не поняла еще с этого вопроса. Ну, короче, человек о чем-то рассуждает, развивается без книг. Развивается без книг? Да. Развивается без книг. Книги надо читать. Почему? А не открывал. Я хочу вам объяснить, почему. Я еще раз говорю. Человек, который не читает, вы понимаете, он очень, очень узкий профиль мышления. Вы понимаете, мы должны читать. Мы вообще читающая нация. Вы понимаете, раньше, мне сейчас больно. Я очень редко езжу в метро, потому что мне не нужно ездить в метро. Не из-за того, что я такая очень крутая, что мне нужно. Нет. Если ехать вот в центр, я езжу на метро. Я доезжаю до какого-то метро, я отставляю свою машину, и я езжу на метро. Почему? Потому что нет парковки, и вообще у меня от рождения топографический кретинизм, я везде теряюсь. Поэтому мне легче сесть на метро, а на автобус. Я даже умудряюсь потеряться в метро. Честное слово. Я один раз потеряла с метро, и я села и заплакала, потому что телефон у меня не ловил, и мне никому было помочь. Я села и заплакала, потому что это в мои 40 лет, представьте себе. Вот. Про книги. Раньше я спускалась в метро, раньше какого-то по молодости мне было лет 30-35, все сидели читали. Интересное было. Читаешь, потом это обсуждаешь, с кем-то какие-то свои мысли появляются, что-то доказываешь. А сейчас все сидят в играх. Вы понимаете? Поэтому читать надо, ребята, чтобы... Меня никто не может переубедить, что книги это плохо, книги это зло. И то, что образование это важно, тем кто не переубедит. Меня никто не переубедит в этом. А как ты знаешь татуировку? И почему ты не разрешишь мне котика? А? Как бы... Татуировка? Татуировка это тоже опять-таки какое-то самовыражение личности. Татуировки не бывают случайными. Разреши мне? Разреши мне сделать татуировку на закрытом месте где-нибудь? После 18 лет. Разрешишь? Аля? Да. Мам, я сделаю. Я Рамизу тоже разрешила после 18 лет. Мам, я вот тут на бисе мешочек. Вот тут мешочек. Нет, на невидимых местах. Вообще, да, чтобы никто не видел. Нет. Что еще? Какой-то вопрос был интересный. Я не могу найти подходящую книгу, они меня не цепляют. Дис оф, я не буду открывать Знаете, есть очень хорошая книга «Дочь болотного царя». Прочитайте, пожалуйста. Это я не знаю, кто это написал, девочка или мальчик. А чего вы ржете? «Дочь болотного царя». На жопе наберется Рамиза. Нет, Рамиза нет тату. Оно будет же. Я тебе не дам денег на тату. Сам заработаешь. Реально, мам, с иглы. Так. Как познакомилась с мужем, мам? С мужем? Мы очень случайно познакомились. Я тогда, я не помню, как это было. Это было очень давно. 22 года назад. Поэтому я даже не помню. По-моему, нас познакомила его сестра. И его сестра была... Просто мы учились в одной школе с его сестрой. И вот она нас познакомила. Все очень банально. Как говорилось в одной их цитате, человек, читающий книги, управляет человеком, смотрящим телевизор. Кого? Мам, с чего, по-вашему, начиналась Родина тогда? И с чего начинается сейчас? Родина всегда начинается с семьи. Любовь к Родине начинается с любви к семье. Если ты не любишь свою семью, не любишь своих родителей, если ты не любишь своих близких, ты априори не можешь любить свою Родину. Вот так. Мам, привет, это Рамиса. Когда можно деньги за тату у тебя взять? Когда пойдешь на работу и заработаешь себе. Хорошо, судьба свела. 22 года в мире любви живете. Спасибо. Да, я очень счастливая женщина. Да? Да, я очень счастливая женщина. Как хорошо вы умеете готовить. Мама, мне лучше все готовят, реально, бутерброды с сыром, только и с колбаской. Она мне держит школу на колбасе и нарезала толстую, что я их не доставала, мне было стыдно, мам, реально. Как вы относитесь к этим? Крайне я никак не отношусь, потому что я совершенно не политический человек, я не интересуюсь политикой. Для меня это совершенно другое измерение, поэтому никак, в целом никак. Я не знаю, что сказать просто, потому что я не в теме. Я вообще не понимаю, почему все это происходит, потому что я не смотрю новости, и поэтому вот так. Как и я. Путин красавчик, мам. Красавчик. Это как Вадим, мам. Вы знаете, почему Путин красавчик? Мам, нельзя политический... Я хочу сказать, что... Нет, я просто хочу сказать, что у нас нет войны. У нас нет войны, и спасибо всем за это. Да, хорошо сказала. Да, это самое главное, ребят. Это самое главное, что у нас есть тёплый дом, тёплая еда, свет, газ, и у нас нет войны. Это прекрасно. Говорит, читаю постоянно и много, но почти всегда не дочитываю. Это моя проблема или нет? Или проблема книг? Это, наверное, просто... Не дочитываете, наверное, просто неинтересная книжка, поэтому начинаете читать. Если вы начинаете читать, вы купили книгу, вы начинаете читать, и понимаете, что дальше не пойдёт, не насилуйте себя, бросайте её. Потому что, допустим, вы от этого не получите. Ого! Спасибо! Спасибо! Читали бы... Подожди, Катя, я не слышала. Нет, я не читала. Это интересно, да? Ами, напиши, пожалуйста, фантастику. Очень громкая музыка, тебя не слышно? Спасибо, спасибо большое, Андрил. Так, читали русского писателя фантаста Иара Эльтеруса? Нет, нет, нет. Я хочу, кстати, записать. Я, на самом деле, фантастику не читаю, но я поинтересуюсь. Я сейчас... Я сейчас сохраню тебе скину вот сап. Я очень часто слышу про эту войну, да, но я не знаю. На самом деле, я очень извиняюсь, я могу быть совершенно безграмотна в этом, но как бы нет. Да. Мам. Какую тебя сап? А? Ой, я не дочитал, мог что-то почитать. Мураками? Мне очень понравилось. Конечно, конечно. Спасибо большое за сап, солнышко. Иди один. Да, всё, конечно. Мам, достал, задрал уже в трусах ходить по дому. Нет, книги ничего не может заменить, никакие фильмы. Даже вот очень многие фильмы сняты, знаете, по сценариям. Вот, например, недавно я читала книжку. Как же она называет? Тоже роман. Знаете? Между небом и землёй, кстати. Это знаете кто? Это... Сейчас скажу, как же этот автор. Недавно я тоже его читала. Марк Леви. Он пишет очень хорошие новеллы, романы, прозу пишет. Марк Леви. И вы знаете, у него есть очень прекрасная, прекрасная книжка «Между небом и землёй». Но вот я хочу вам сказать, что книжка гораздо лучше, чем фильм. Насчёт войны. Мне на днях буквально пришло сообщение, что отец, военный контрактник, погиб в ДНР, хотя его там не должно быть. Это очень печально. Сочувствуем? Да, я сочувствую. Я очень сочувствую. Это очень печально. Но он такая красивая. Почему я не такая красивая? Расскажи, как бы. Мне ожидалось, что стрим так далеко зайдёт от обсуждений потной водички до книг. Норм. Иди тебе не стыдно перед девушками. Сейчас я выйду, и ему поддам хорошего пендаля. Как часто вы занимаетесь плодствием? Какое произведение очень классное. Уточните, пожалуйста. Как много книг вы уже прочитали? Очень много. Мам, у меня подписчики... Я прочитала очень много книг, даже я иногда и не помню, что я перечитала, потому что я очень люблю читать. Мам, у меня подписчики много военных. Это круто. Но если что мы вас защитим, у Амины в подписчиках, есть немало военных. Что ещё? Может, там что-то есть? Там ничего нет, забей. Да? Там дебилы. В основном. Между небом и землёй, да. Очень хорошая книжка. Я тебя оттуда сразу читаю, куда на экране высвечивается. Очень, да. Очень-очень хорошая книжка. Книга лучшая. Фильм, 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 фильмы, да. Вы знаете, я очень люблю... Знаете, какой фильм? Вот этот. Я люблю очень... Про хоббитов. Каких хоббитов? Гарри Поттер? Нет, я Гарри Поттера не смотрела. Я очень люблю вот эти про пустошь с Маугу, очень люблю Битвы Пятикоролевств. Я с наслаждением смотрю. Так, что ещё? Властелин колец? Да, Властелин колец, это мой любимый фильм. Кольцо все власти. Да, что ещё? Смотрите фильмы. Не хочешь с нами фильм посмотреть? Я думаю, я уже вам поднадоела маленько. Да нет, мам. Не хочешь? У тебя времени, да, нет просто? Нет, у меня есть время, но просто я не хотела бы занимать твой канал. Ты не занимаешься? Да, Властелин колец, это огонь. Чуваки, хотите с мамой фильм посмотреть? Хоббит, Толкин. Мам, Егонорн тема или раньше было лучше? Раньше было лучше. Мам, ты видишь, не надоело, ты видишь, пишут. Не надоело? Курить, курящих любите? Курить или сами? Нет, я никогда в жизни не курила, я даже не курила кальян ни разу в своей жизни. Мам, пишет Го-фильм, смотрите. Давай завтра, что же поздно, что же в Курме. А вы читали работы Фридриха Ницше. Вы знаете, Фридрих Ницше у меня не пошел. Почему? Потому что я во многом с ним не согласна. Я больше люблю, знаете, индийских философов. Мне очень нравится Дипак Чопра. Очень нравится. Я очень много перечитала Оше. Ну, конечно, с ним я тоже во многом не согласна, потому что на каждой ситуации у каждого человека есть свое личное мнение. Но Оша очень хорошо пишет про все отдельно. Про все отдельно. То есть, можно про смерть он очень хорошо пишет, про любовь очень хорошо пишет, про женщину пишет, про мужчину. Много-много полезной информации. Тут какой-то вопрос был, что про книги кто-то не согласен. Насчет книг не соглашусь. Можно ведь математикой заниматься, чтобы мы не слить, как вы сказали, узко к хакерам относитесь. Как, кстати, как вы... Нет, 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 нет. Я не в буквальном смысле сказала, что только книги художественные. Нет. Нет, не поймите правильно. Я говорю, книги, они идут как личное самообразование, как развитие, внутреннее развитие. Понимаете? Я не говорю, что это априори должно быть в жизни, как у каждого человека. Кто-то занимается математикой, кто-то астрономией. Он замещает это. Нет. Книги должны присутствовать в нашей жизни. Они нас развивают. Но это не основной критерий. Нет. У каждого своя линия развития. Категория. У каждого занимается чем-то, что ему нравится. Но читать нужно. Вот слева, мам. Вызывали ли вас школу из-за амина или рамиза? Из-за амина ни разу не вызывали. Из-за амиза вызывали. Я ничего не делала такого. Ни разу из-за амиза вызывали. Знаете, почему? У меня... Из-за амиза почему? У рамиза были проблемы, по-моему, по математике. С Зоей Павловной? Не знаю. Я уже не помню. Это было давным-давно. И то там они... Как бы меня вызвали... Была такая очень интересная, неприятная ситуация, когда меня вызвала директор и сказала, что забирайте вашего ребенка, садитесь до восьмого класса, потому что ваш ребенок пропадет, ваш ребенок... Отдавайте его в техникум. На что мне завуч говорит, вот мой ребенок ленивый, лодырь, я его забрала. На что я ответила, что это ваш выбор, сделать вашего ребенка, там, я не знаю, кем-то и как-то и что-то. У нас другая цель, мы будем заканчивать школу, поступать в университет. Я вам хочу сказать, он сам поступил, он сам сдал экзамен. И поэтому, как бы, у каждого человека свой выбор. Вот из-за этого вызывали, из-за неуспеваемости, да, чисто вот так, только по математике, хочу вам сказать. Рамис был умным парнем, только он был ленивым. Ну, слава богу, он поступил. Мам, как ты относишься... Сейчас я так сделаю. Что делать, если ты пробуешь читать, но ты не хочешь этого делать? Можно ли как-то настроить тебя на чтение? На чтение? Если читать не хочется, заставлять себя не надо. Это серийный. Да, если у вас не получается и не идёт, значит, ещё вы не нашли свою книжку. Только так. Я читала Джанейр, мне не понравилось. Да, поэтому не надо себя, как бы, насиловать, читать. Я не только нажала. Амина спустит, мама, я совершенно не имею петь, у меня нет слуха. Что делать людям, у которых дислексия, они могут читать? У которых дислексия... Знаете, я когда была маленькая, я тоже страдала дислексией. Я учила в школе, я тоже страдала дислексией. Но я успешно... Меня вылечили. Но я хочу сказать, что всё равно бывают некоторые моменты, когда у меня тоже это возобновляется. Что я могу посоветовать? Тайно всё-таки смотреть развивающие передачи. Сейчас очень много развивающих каналов. Слева ещё вопрос. Да, слева. Вот сверху. Мне 20 лет, я читала с 10-14. А не, что в 10-14 лет. И я с 14 не читаю, но развиваюсь быстрее, чем многие знакомые. Делал способности. Я с вами абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Абсолютно. Я опять-таки говорю, это книги не несут, как бы, да, они не несут себе образование. Понимаете? Они просто несут какую-то информацию, которую мы можем получить. То есть, прекрасно, значит, вы прекрасно способны, молодой человек или молодая девочка. Я только-только приветствую, только рада за вас. Вы молодец. Так, что думаете про нынешнее поколение? Прекрасное поколение. Совершенно другое, да. В плане, что... Как я отношусь к этому поколению? Я хочу... Вот очень многие взрослые говорят, что нынешнее... Сейчас другое время. Нынешнее поколение другое. Нет. Оно соответствует нынешнему времени. Время было всегда такое же. Вот. Поэтому, единственное, мы другие, мы разные. Вот. Поэтому... Хорошо отношусь. Я всегда приветствую. Единственное, я очень негативно. Ну, не то, что негативно, мне не нравятся... Мне не нравятся невоспитанные люди. Я стараюсь не общаться с такими людьми. Я тоже, мама, стараюсь не общаться с такими людьми. Да, я стараюсь... Сегодня у меня же так много. Я стараюсь не общаться с невоспитанными людьми, потому что я стараюсь не общаться хамами. К киберспорту, как я отношусь... Это когда люди очень хорошо играют в игры и зарабатывают на этом деньги. Я приветствую всех людей, которые умеют зарабатывать деньги. Ой, спасибо, я аж покраснела. А из чего? Ну, я сказала, что я очень хорошо отношусь к людям, которые хорошо зарабатывают деньги. Умеют зарабатывать деньги. А не про это, мам. А, про что? Про что другое, не знаю. А меня сейчас пожар сделать. Я что-то прошу, только не сожги мои волосы. Не зря вы пришли, я набрался многого жизненного опыта. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете спокойно задавать. Я искренне на них, на всех отвечу. Не стесняйтесь. Я не буду... Как бы тут все анонимно, поэтому я могу помочь, если нужно. Я могу помочь советом. Как смириться со смертельным диагнозом у близкого человека? С этим невозможно смириться, ребят. У-у-у. С этим невозможно смириться. С этим нужно уметь жить. Да. С этим нужно уметь жить. Нужно быть до конца с близким человеком, поддерживать. Но смириться с этим невозможно. К сожалению, как бы это ни было больно, как бы это ни было печально. Это такая боль. Это невыносимая боль. Единственное, я желаю терпения. Терпения, терпения и еще раз терпения. Любви и терпения. Но смириться невозможно. У меня шкум в горле. Соглашусь с мнением... Ну, почитай с ним. Соглашусь с мнением мамы Амины насчет книг. Ребят, читайте книги, никому еще не наводило чтение. Мосс активно работает, когда мы читаем. Вы топ, спасибо большое. Вы топ, мам. Ты топчик. Так что можете задавать. Про религию Бога нет. В смысле Бога нет, мам? Ну, тут написано. А, ты говоришь, что Бога нет. Нет, тут вопрос написано про религию Бога нет. Я вам хочу сказать, что я не глубоко верующий человек. Я даже хочу вам сказать, что я даже не знаю до конца одной молитвы. Но я верю, что Бог есть. Он мне всегда помогал. Бог есть, Бог един. Неважно, какую религию мы проповедуем, Бог един. Он у нас вот здесь. Вот здесь, ребята, Бог. У каждого человека есть свой Бог. Он здесь. Он един. И когда у нас в жизни происходит какая-то сложная ситуация, мы всегда просим у него помощи. Он нас слышит, он нам помогает. Бог есть, и Он един. Я верю в Бога. Сегодня я должна была нарядить елочку. Вот тут такой вопрос, опа, а вы уже нарядили дом елочи? Нет, сегодня 25-е. Мы обычно традиционно наряжаем елку. Может быть, я сейчас пойду ее и наряжу. Хотя не может быть, я точно уверена. Но сейчас помню уже. Верите ли вы, что в конце жизни все ответят за свои поступки? Вы знаете, не в конце жизни нет. В нынешней жизни каждый человек отвечает за свои ошибки и за свои поступки. Это закономерность. Сегодня сделали ошибку, кому-то навредили, кого-то подставили. Завтра же эффект бумеранга работает очень быстро. Карма работает очень быстро. Завтра же за это ответите. Не в прошлой жизни, а здесь же за это ответите. Это однозначно. Какое самое главное счастье было в вашей жизни? Это рождение моих детей. Это рождение моих детей. Это когда я излечилась от болезни. Я поняла, что я не умру. Что еще? Как вы считаете, можно ли любить всю жизнь? Жизнь? Всю свою жизнь любить. Еще раз, не поняла суть вопроса. Как вы считаете, можно ли любить всю жизнь? Наверное, человека подразумевается. По конкретный вопрос. Будьте добры. Любить что? Кого? Сколько у вас было переломов? Два ребра, нога и рука. А в детстве я не помню. В детстве было много. Как вы относитесь к людям, которые не часто выпивают, например, на выходных? Часто или не часто? Вообще, я не пью, и я не люблю людей, которые пьют. Сколько планируете еще общаться? Ну, если ваши вопросы закончились, мы можем закончить на сегодня. Спасибо за ответы про дислексию. Очень хорошие люди. И желаю, чтобы у вас в будущем все было хорошо. Спасибо большое. Но я это пережила. Я знаю, что это такое. И поэтому... Что такое дислексия? Это проблема с речью, с проблемой с мышлением. Да, это тоже своего рода болезнь. Но очень много нужно работать над собой в этом случае. Ребята, как вы узнали, что Лоха на меня подписалась в инстаграме? Почему вы детей назвали именно Амина и Рамис? Я в чью честь? Амина. Амина мы просто назвали Аминой. В смысле там в честь? Амина, вообще Амина это у нас в исламе. В исламе имя Амина, оно считается святым. Это имя пророка Мухаммеда. Вот, и поэтому вот мы её назвали так. А Рамиза? Рамиза назвали в честь брата дедушки. Дедушка назвал Рамиза. В каждом человеке есть Бог, и у Бога есть желание быть в каждом человеке. Но не все впускают. Да, вы правы, я абсолютно согласна с вами. Рамиз хороший, хороший. Можно ли с вами поговорить вне стрима в другое время, если будут вопросы? Нам в психолог консультацию записываемся. Можно. Напиши мне, если что. Да, напишите, Амина передаст. Я только пришла, от чего вы излечились хорошего вечера? От плохой болезни. Не важно, это, ребята, это типа, ну, личная. Типа, сорро. Хромись, красавчик, мам. От чего вы излечились хорошего вечера? Мам, тебя спросили, Бог, в вашем понимании, это что-то в виде надежды, или это бородатый мужик, который сидит на облаке и раздает указания? Бог, это сила, которая мне помогает. Это невидимая сила, которая мне помогает. Когда мне очень сложно, я все... Могла прочитать, хочется спать. Какие у вас планы на Новый год? Новый год у нас семейный праздник. Что это? Привет, что делать, если... А, Новый год это семейный праздник, и у нас традиция. Мы Новый год отмечаем дома всегда, мы никуда не ходим. С рождения детей, и это у нас традиция, я так выросла, родилась. Ваша дочь матерится, опять-таки, про мат я уже ответила. Тимофей, я тута. Привет еще раз, Тимофей, я рада тебе. Я тута. Говорит, приедете, что делать, если нет воображения во время чтения книги? Ну, значит, недостаточно внимательно читаете, значит, вы не в событиях. Когда утопаешь в книге, видишь вокруг себя, значит, внимательно читаешь. А когда в голове другие мысли, невозможно сосредоточиться на книге. Да? Я помню, я читаю книгу, потом о чем-то думаю, приходится просчитывать. Ну, вот поэтому, да, книгу читать нужно полностью, всецело поглощаться. Как вы считаете, как зародилась жизнь на Земле? Ну, тут очень много мнений, очень философски можно объяснить, можно так объяснить, научно объяснить. Тут очень много объяснений, поэтому тут все понятно. Спасибо большое за сапчик, бро. Спасибо тебе большое, жуки. Спасибо, малыш. Что-то не высветилось. О, спасибо. Топ-3 фильмов, по-твоему мнению. Так, что это? Что еще? Блин, Амина милая. Ты милая. А, я милая? Нет, Амина милая написали. Ты милая, милая, милашки. И что еще? Как вкусно пахнет, мам. Этими самыми, как их называть, в простонародье? Мам, что было раньше? Какие заи? Мам, что было раньше, яйцо или курица? Я не могу ответить на этот вопрос. Мам, как ты думаешь? Очень противоречивый вопрос. Как ты думаешь? Вообще без понятия. А может, курица заразилась из бактерий? Привет, солнышко, здравствуйте, мама Амина. Здравствуйте, а кто это? Какой-то мальчик или девочка? Где? Привет, солнышко, здравствуйте, мама Амина. Здравствуйте. Не знаю, кто это был. Я тоже не знаю. Не вижу этот вопрос. Так, что еще? Тогда я свяжусь с вами. Тогда где? Где-где-где-где-где-где-где-где-где. Ну, купи мне собаку. Бабе-где-где-где-где-где-где-где-где. А Вадим ушел? Да, он отдыхает с друзьями, поехал гулять. Амина появилась раньше. как тебе лоха встречалась бы с ним как меня лоха и если внешне я типа не сужу по факторам внешности я об этом уже говорила на интервью о том что я у меня нет внешних идеалов абсолютно встречалась бы я с ним честно я вот ты вот действительно хочешь себе ответить на этот вопрос типа чувак на самом деле очень глупый вопрос естественно я не могу на него ответить во-первых мне 16 лет во-вторых я его не знаю абсолютно вот и мое сердце заняты одним мальчиком я очень люблю режиссера быкова он снимает очень правильные фильмы он снимает фильмы с вот нашими сегодняшними проблемами вот я посмотрел практически все его фильмы я посмотрела дурака и посмотрела левиафана вот очень хороший фильм снимает я очень люблю этого режиссера из западных режиссеров мне очень нравится стивен спилберг я очень люблю стивена спилберга мам амине срочно нужна гав-гавка вот амина когда вырастет купить себе гав-гавку ухаживать за гав-гавом тогда у нее будет гав-гав как ты думаешь есть идеальные люди в принципе нет идеальных людей нет идеальные люди азербайджанский горши данги альян в баряки сезбелесинский озделензи чок салон да спасибо я вас тоже поздравляю я я конечно не скажу что я прекрасно владею но как бы у меня все хорошо с этим делом спасибо большое с наступающим новым годом как думаешь есть идеальные люди нет идеальных людей какие есть идеальный человек человек не может быть идеальным понимаешь если человек идеальный то не бывает идеальных людей ребят это миф а я звягинцев до звягинцев левиафан звягинца у него очень много фильмов у звягинцева тоже да мне нравится просить я могла ошибиться до звягинцев очень много фильмов и левиафан еще какие-то пару фильмов я не помню название звягинцев просто огонь был влад цепеш драку на название я так хочу тебя поцеловать есть амин имя амина и рамес ну типо мы идеальные поняла ты кул да ты что да так это у меня блондинка как смириться что моим имя владислав да я его не знаю он одиннадцатый скилл спасибо спасибо тебе огромное серьезно подожди тыси офигеть юристом и советую поздравить с человеком а я не мы не понимаю где он я не знаю как ним обратиться и вот ряд ряд привет я и да и мне очень рада приятно познакомиться с тобой мне жаль что я тебя не вижу хочу покажу фотку да хочу пока я хочу поиметь представление о вас сейчас покажу спасибо за сап я люблю тебя мне как тут был какой-то вопрос а про юристов дожди секунду он сбоку какой хороший буальчик дальше нет вот у него только одна ой какой хороший мальчик привет ряд теперь непонятно да у тебя не понятно я же работничать я же не понимаю как и что какой хороший мальчик а у тебя есть сестра или брат а зачем ты спрашиваешь но просто мне интересно про его семью он очень хороший мальчик пишет нет это давно было тут был вопрос спасибо большое спасибо большое да спасибо зайчик ты можешь найти вопрос про 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 юристов был вопрос мне хотелось бы ответить как вы относитесь к юристам ли что а вот здравствуйте какие советы можете дать будущим юристам интересно вас послушать как прокурора в прошлом я прокурором не была к сожалению но я мечтала быть в детстве потому что по характеру все таки боец по характеру мальчик вот что я хочу сказать пожалуйста не устрою пожар совет юристам хочу погреться нет я не хочу погреться у нас-то ну хороший юрист это тот юрист который образу хорошо образован хорошо закончил университет знает хорошо законы я могу всегда оставайтесь людьми в любой ситуации сарима работа это одно как бы да что такой хороший вид это ты знаете юриспруденция же это очень широкий профиль то есть в любое вот а он может быть вы был юристы понимать сейчас о чем я да я тебе показываю но я отвечаю как тебе как тебе мастер прикольно срез будьте людьми своего дела просто знаете хорошо свой профиль и а что амина смотри вот так и а а а мина понимаешь очень классно да так что дальше а два это кто пишет два брата и одна сестра это ряд ряд пишут а они старше тебя до ряд или младше я думаю что он раид короче а мама амина шарит современном сленге я короче это типа назвал его раид а потом мне скажут его зовут ряд 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 очень красивый ряд очень бакинец азербайджанец круто я недавно была в баку да надо ездила да амина так удивляешься как будто бы я почему бедная амина можно можно поподробнее где бедная амина а типа ты меня игноришь один брат старше остальные младше один брат старше остальные младше ты не поняла так расскажите истории с детстве амина амина однажды когда была маленькая мы с ней гуляли это была глубокая осень и очень много было листьев и она упала а там оказывается был костер под под статьи под большой горой листовой был костер и она упала и она в эту листву а там внутри оказывается был костер его не потушили и просто был была такая горка из листьев и она обожгла себе ручку и я конечно очень сильно переживала вот амина говорила про поездку в баку да не говорю что жало поцелуй тоже мамочку да я ездила у меня не не по очень хорошей причине но ездила жалко стало ибо же за мамы тоже часто игнорит у бедняжка это у меня амина хорошая она конечно получает иногда у меня за лучше как бы это самое амина очень хорошая дочь она очень милосердная она очень добрая арамис рамис тоже хороший рамис просто рамис просто этот иногда бывает прямой упрямым затянулся чуваки нет ожогов на руках какой же нет у нее был здесь на ладошке ожог у нее пальцы были обожжены и зажило слава богу да у меня нормальные руки она была маленькая у нас такая хорошая семья из детства рамиса рамис рамис я даже даже честно говоря не помню из детства рамиса нет он не легкомысленный это его защитная реакция у рамиса на самом деле нами очень чувствительный все очень будет принимает близко к сердцу просто рамиса есть такая защитная маска он под этой маской знаете под маской безразличия на самом деле чего пишите иногда курит рома как вы кашу относится норм нормально я вообще плохо отношусь курящим к наркотикам вообще очень это норм на каком языке вы думаете рассуждаете на русском потому что я заканчивала русскую школу у меня высшее образование на русском языке и я думаю только по-русски какая ваша реакция будет если кто-то из ваших детей скажет что он уходит из дома но я думаю что я смирюсь с этим смиришься если я тебе скажу что мама я пока в каком возрасте конечно если 18 скажу мам а ривидерти нет амину из дома не отпущу а вот рамиса отпущу вот так надо было сразу сказать как вы думаете у картовых людей голос в голове тоже картавый я думаю что нет если меня начнет курить запретить или разрешите оторву язык как приспособиться в новом коллективе в новом коллективе приспособиться есть самое лучшее правило ребят это улыбаемся и машем молчим и слушаем молчим слушаем делаем выводы приспосабливаемся это самое лучшее самый вообще идеально идеально просто самый идеальный вариант мысли картавой говорю за как картавой я не знала что картавый ряд мама я ухожу из дома рамис пишет где мама я ухожу из дома слава богу нет не рамис мы вчера смотрели фильм сплит и похоже немного на психолог из этого кто самостоятельная амина или рамис что не похожа она кто кто мы вчера фильм смотрели сплит смотрела нет кто самостоятельно амина или рамис а это рамис написал что он уходит из дома да вот он смотри смотри какие отправил рама не уходи очередной вопрос от ансаба когда амина снимет маску когда захочет я не хочу она очень красивая на самом деле для всех наших родителей красивые не 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 мне очень многие говорят что она именно очень красивая восточная дискриминация рамиса рамис классный парень почему вы f пишете рамизу или мне а что такое рама давай ко мне заряд пишет что еще там есть на тебя ничего покажется пока бесплатно а ряд в москву приезжал не знаю ряд вы были в москве вроде да приходите почаще на стрим амини спасибо я буду приходить если вы хотите пообщаться если какие то есть насчувственно сущные проблемы редко нынче таких людей найти спасибо вам большое привет амина здравствуй морепродукты ли уж приходите на стрим по овощи не любит это все нет я люблю но не все как бы и найти чоке как вы узнали что аллоха мне подписался в инсте можете мне сказать а нет не буду ходить нет не отходи пожалуйста из грызут нет я на все отвечу не я не что-то неадекват может быть может быть и какие-то еще вопросы может быть что-то что-то ли личное может быть что так вот какие то вопросы можете это проблему у кого-то хотя какие какой-то может совет вы можете смело мне задавать, я отвечу. Ты была в Питере? Ни разу не была. А, я была даже. Амина была, я не была. Я в Петербурге не была, но я мечтаю съездить, я обязательно съезжу в Питер. Проблема с психикой. Что делать? Обратиться к психотерапевту. Обратиться к специалисту. Казахстан. Я не была никогда в Казахстане. Мне скучно учиться. Что делать? Надо учиться продолжать. Мама всегда так. Миссы, знаешь, сколько здесь? Три с половиной часа. Да? Всё? Нет, мама, это в смысле всё? Я просто тебе ставлю в курс дела. Да, в Питере очень красиво реально, мама. Да, я знаю, что красиво. Может быть, как-нибудь у нас получится, может быть, мы летом съездим. Мама, в магазин ты идёшь, просто лень самому идти. Как вам объяснила Амина, что играю в комп? Я в шоке. Хочу уехать из России куда лучше. Вы обе крутые, спасибо. Я думаю, что всё-таки в Европу. В Европу? На самом деле мама хочет уйти. Нет, на самом деле я не хочу уйти. Просто я отнимаю время у Амины. Да нет, я с тобой пришла сегодня стримить, мама. Что делать, если очень привязываюсь и становлюсь очень чувствительным, реагирую на обиду, думаю, что виноват и воспринимаю всё очень близко. Из-за этого страдаю. Вы понимаете, я всё время Амини говорю, что кто бы ни был, нельзя очень сильно растворяться в человеке. Потому что рано или поздно розовые очки бьются, и они бьются стёклами вовнутрь, к сожалению. Поэтому в тот момент, когда вы перестанете что-то от кого-то ждать, на кого-то надеяться, вы перестанете разочаровываться. Мы почему разочаровываемся в этой жизни? Знаете почему? Потому что мы все думаем, что нам кто-то что-то должен. Неважно. Даже в семье муж не должен жене. Жена не должна мужу. Понимаете? Всё это мы делаем друг для друга. Почему? Потому что мы друг друга любим, мы друг друга уважаем. Но поймите, никто никому ничего не должен. Когда человек постоянно думает, что вот он должен мне это, 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 и периодически это не происходит, приходит разочарование, и человек несчастный. Понимаете? А когда ты ни от кого ничего не ждёшь, ты счастлив, ты самодостаточен, ты не разочаровываешься. Вот попробуйте. Ты не разочаровываешься. И розовые очки не бьются стёклами вовнутрь. Не больно. Понимаете? Вот. Не надо растворяться в человеке. Рано или поздно, когда ты влюбляешься, растворяешься в человеке, ты от него идёшь. Любви я хочу. А-а-а-а-а-а-а. Поэтому... Вроде пришёл. Пришёл. Завинайся на мне 10 тысяч. Представляешь? Что такое? Ну, пускай смотрит. Не смотрит, не держай. И ещё сейчас пять. Представляешь? Спасибо большое. Розова, ответь на вопрос. Тётя Рогия. Кто это? Ну, типа ты, мам. А кто это? Не знаю. Я сказала твоё имя всем. Ничего страшного? Да, ничего страшного. Мам, как понять, что тебе нужно? Я учусь в «Инженера», но иногда пытаюсь писать комиксы, пока не могу понять, что мне нужнее. У вас классно? Не видел ты ещё такого. Что классно? Ну, у нас классно. Тут вот сидим, твердим нам, так сказать. Что ты сказала? Сидим, говорим, развиваемся, умственно. Выбирай выражение, когда ты со мной рядом. Нужно найти себя? Надо пробовать, надо пробовать, пробовать всё. Ха-ха-ха. Ой, ну ну ржут. Минус Аминова. Ха-ха-ха. 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 Правильно на место ставите видео. Неловко, конечно. Не стыдно. Да, Тимофей, чего ты меня подавляешь? Так ещё больше. Спасибо за стрим, сладкие. Бан в прямом эфире. Ха-ха-ха. Мама наказала, стрима не видела. Даш, спасибо тебе, огромное чудо. Спасибо тебе. Не, ну нереально некрасиво было. Мам, шутка смешная. Когда сказал, что херни перед мамой. Ха-ха-ха. Что, давай заканчивать? Да, наверное. Я устала. Да, наверное. Челбусы, челики, мои маленькие. Подожди, надо закончить нормально, мам. Вы человеческий секунд. Ну да, я хочу сказать ребятам. Сейчас я скажу, а потом ты скажешь в тапочках волосатых. Хорошо. Всем привет. Ха-ха-ха-ха. Покажи тапку, дай мне снимать. Ну не надо мои тапки показывать, Амина. Пацаны, тапки. Тапки. В целом дырки. Для этих. Для пяток. На. Надевай тапки. Только этого не хватало. Короче, Гуччи, мам. Реально. Спасибо за стрим. Спасибо. Всем, ребят, спасибо. Мы вас очень любим. Завтра будет стрим, наверное. Хотя нет, наверное, репетитор завтра. Я напишу все в группе ВКонтакте. Ссылочку на нее я вам прямо сейчас скину в чатик. Сейчас. Вот прямо сейчас скину в чатик. Обязательно подписывайтесь на группу, ребят. Мы с мамой вас очень любим. Подписывайтесь. Не забывайте. Ну, подпишитесь. Позже, плиз, плиз. Дальше. Хочу предложить вам подписаться на Дискорд. Что такое Дискорд? Это такая сеть. Социальная, так сказать. Там можете со мной пообщаться лично, если вам это интересно. Вот. Я вас очень сильно люблю, ребятки. Увидимся с вами завтра, возможно. Если что, вся информация будет в группе ВК. На Инстаграм тоже не забывайте подписываться. Ссылочка внизу. Мам, ты их любишь? Мне было очень приятно сегодня отвечать на ваши вопросы. Если я была излишне откровенна, если я была излишне резка, может быть, лишне эмоционально, я прошу прощения. Вот. Вот. Мне было приятно общаться с вами, отвечать на вопросы. Вот. И я готова всегда вам помочь. Я очень часто с вами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Chill TineTorzok З Дмитрий DamnTorzok Что мне слышно? ЗСАССИ üll Спасибо Риат. Спасибо тебе огромное. Спасибо огромное. Мне тоже очень было приятно с тобой познакомиться. Ты очень красивый мальчик. Наверное, у тебя очень красивые родители. И девочки. Добрый вечер, матушка. Какие языки знаете. Так, всё. Всё, давай, целуемся и просходимся. Мы вас любим, ребятки. Заходите завтра. Будьте желание, пишите Аминь, и мы пообщаемся. Я вас люблю, ребят. До свидания. Давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok